Девушки отдыхают Значит, кругом, товарищ прапорщик, тебе пакет Тебе пакет, не тебе, а вам А нам он нафиг не нужный Так, Горбузенко Я Я, я Запомни, я предпоследняя буква в алфавите Последняя, вы шо? Э, я Ю Нет, Ю-я Что Ю-я? Это там Ю-я, прапорщик сказал Я-ю, значит, я-ю Завтра осмотр армейской самодеятельности Пора уже брать коня за рога Так что ты у нас, Горбузенко, будешь выступать Ой, Волга и речка, водушка, ничего Твой лапочка слабопою Видел Я не понял, у кого мобильный? Отключите в козарме мобильный сколько раз говорить Морчать! Кто же мне нашелся? Дима Билайн. Ты тебе. Ты у меня на смотре не петь будешь, понял? Ты будешь на смотре жонглировать. Тремя шарами. А я только двумя. Знаешь, у Горбузенко свои эти дурацкие шутки будет шутить. Знаешь где? В программе смеяться разрешается. А тут цирк. В смысле это? Армия. Сейчас закрой рот и скажи. Ты вообще в принципе когда-нибудь в жизни жонглера видел? Ты что, издеваешься? Шагом. Марш. Короче, шаг. Стой. Раз, два. Ты где? Встать. Значит, запомни раз и навсегда. Завтра в 10.00, когда большая стрелка... Стоп. ...достигнет... Я кострелка, у меня часы электронные вышел. Ну. Да не мельтеши ты. Отставить! В 10.00, по твоим часам в тысячу! Понял, будешь у меня выступать? Зато сидите как свиньи в берлоге. И вообще, Горбузенко, знаешь, у меня к тебе миллиард претензий. Ты позавчера забыл полить воду в цветах. Виноват он. Конечно, виноват. А вчера с чахматной доски вообще пропали король и туз. Королева. Туз. Дама. Очковь. Тебе. Переборь. Отставить! Порядок. Вообще не убирайся в казарме. Продолжается воровство краш. А можно задать вам это такие деликатные вопросы? Задавай. А почему у нас в столовой яйца мелкие? Такие, как будто калибрия не курил. Ну, у меня это, где пальцы поручили. Значит так, Горбузенко, ты мне эти умные вопросы вообще никогда не задавай больше. Понял? Я все-таки прапорщик. Лучше вспомни о своем будущем. Если завтра хорошо выступишь на смотре, в столовой сразу появятся нормальные человеческие... Продукты. И вообще есть крылатая народная мудрость, что голову надо держать в голоде, а ноги в петле. Кто это сказал? Великий российский поэт Алексей Пушкин. Громоте. Алексей Пушкин. Александр. Алексей. Это Лев Толстой. Наберут дураков в армию. Ты знаешь, где у нас находится штаб? Это куда вы водите бак? Рецей, казар мой. Я тебе дам бак. Да вы только обещаете. Встал пятки вместе, носки врозь. Когда я говорю, носки врозь, надо снять носки и бросить их в разные стороны. Шучу, ладно, отдыхай. Теперь серьезно. Берешь, значит так, берешь левый шар в левую руку, а правый шар в правую. А как понять, где правый шар, где левый? Так, в таком положении. Для тупых объясняю. Если у меня чешется левое ухо, зачем я буду чесать его правой рукой? А? О, я почешу правое. Я не понял, а что левый таки останется нечусанный? Слушай, ты меня дурака, за кого держишь, а? Неужели это непонятно любому идиоту? Я и то понял. Берешь три шара по одному в каждую руку. Че тут непонятного? Мы нашли только две руки, я извиняюсь. Как две? О, Господи. Ну, конечно, две. Ты что, ребят? Если бы у тебя было три руки, о-о-о! Тебя бы занесли в красную книгу рекордов Гиннесова. Ну, как этого, марсианина с луны. Ты хоть помнишь, что такое воинский приказ? Эээ, воинский приказ это поступление вражительного командира непосредственно и полное управление для... Правильно! Я приказываю тебе. Угу. Ты приказывай своим шарам. Шарамиры давай! Ко мне! Ко мне! Вот она, волшебная сила армейского приказа! Казарма без прапортика, как клетка без обезьяны. Шага! Марс! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.